Любовь и голуби. Р. Дервиш. Специально для Альтернатива.орг. За 3 ноября 2019 года. Прочитал недавно, что фильм «Любовь и голуби» признан лучшим советским лирическим фильмом. Честно говоря, даже не помню его сюжет. Помню после вкуса что-то светлое и доброе, ну и название. Тогда любовь не носила технологического характера, а была экзистенциональна. Ею не занимались, а ею жили. Да, иногда она проявлялась в служебной или даже военно-полевой форме, но никогда не в голубой, розовой или электоральной. Пытались, пытались ее совместить с членами партии, но кроме смеха анекдотов это ничего не вызывало. Помните анекдотец тех времен? Колхозников завлекают на собрании объявлением о том, что после лекции о международном положении будут показаны откровенные слайды про любовь. Набился полный клуб, и райкомовского лектора зал прерывает ревом. Слайды, слайды. Наконец загорается проектор, и на мятой простыне экрана возникает любовь партии и народа. Короче, любовь тогда носила пустиноинный, но первозданно органичный характер. Сексов в те времена, может, и не было в кавычках, хотя непонятно, как мы родились. Но настоящая любовь была точно, и голуби настоящие были. В моем детском дворе было три голубятни. Я еще помню, как здоровенные мужики в майках неистово гоняли шестами теплеров, гривунов и прочих сызранских вислокрылых. Я думаю, что и фильм запомнился больше названием, чем содержанием. Есть в нем сладкая ностальжи по ушедшему настоящему. Вообще, есть произведения, великие уже лишь своим названием, как мощным триггером ассоциаций. Например, я бы дал Нобелевку по литературе Муамару Каддафи, только с безумно емкой названием его рассказа «Самоубийство космонавта». Но сейчас не об этом. Сейчас о Украина-гейте, который потрясает Америку, да и весь окружающий мир. Дело в том, что оба его первоначальных персонажа вписываются в приведенное название. Президент Зеленский, кличка лох, пытается выйти из сложной нормандской ситуации через любовь почитателей. А президент Трамп, кличка рыжий, стремится выпорхнуть из импичмента голубем мира. Получается по-разному. Почти получилось УЗЕ. Я уже замечала, что главный его недостаток – паническая боязнь уличных нациков. Повторюсь, он здесь не виноват. Худенький мальчик из хорошей еврейской семьи всегда будет больше бояться получить в морду за плохое поведение на улице, чем неуд в дневник за плохое поведение в школе. Именно поэтому страх перед улицей до последнего времени у него перевешивал страх потерять любовь школы страны. Ситуацию поменяла поездка в Японию. Говорят, что он там прошел трехдневный тренинг по сеппуку. На этом мастер-классе учат, что слуга, потерявший любовь хозяина, должен сделать харакири. Поэтому выбора УЗЕ не осталось. Либо любовь хозяина, в данном случае народа, либо страх перед толпой. А тогда надо делать сеппуку. Причем вместе с парламентским большинством других слуг. Но не готов он вознестись в небесный квартал 95, где вечная любовь, улыбки и смех. За земную же любовь надо бороться и не бояться. Это понятно. Отсюда и хуцпа – несвойственная смелость и небывалая дерзость в последнем диалоге с радикалами, перед которыми у него иррациональный страх и ужас. Немного храбрости добавило и то, что он не нацист. Есть на нашей территории какая-то мистическая взаимосвязь между имущественным цензом, национальностью и идеологией. Например, нацистами чаще становятся бедные украинцы, небогатые русские, богатые армяне или очень богатые евреи. А «З» не подходит ни под одну подобную категорию. Пока. Подвело его только одно. То, что 90-е он проверил, играя в КВН, а не забивая стрелки. А, провел, извините, проверил. Думаю, что-то не сходится. Подвело его только одно. То, что 90-е он провел, играя в КВН, а не забивая стрелки. А это немного разные истории. В КВН и Лух – это все знают. Зрительный зал. А на стрелке – тот, кто не знает четко, кому эта роль отведена. И тут никакие отмазки не канают. Иначе говоря, конкретный разводящий никогда не скажет «Я не лох». Он скажет «Ты лошара». Миф, что народ любит героев. Народ любит победителей. Победить украинскую радикальную уличную борзоту и киевского офисного хама сегодня может не тот, кто оправдывается и объясняет, ерзает и темнит, хитрит и петляет. Но тот, кто в морду и прямо скажет и реально выпишет. Безо всякого искусства легких касаний. Иначе – сэппуку, а не нормандская четверка. Вообще, по-настоящему любят, как в упомянутом фильме, только настоящих людей. И не надо путать любовь и лайки, близость и голосование, рояль и голосование. Тьфу, запутался. Короче, не надо имитации. Иначе – сэппуку. А вот Дональд наш Трамп это вроде понимает. Хочет стать настоящим голубем мира. Есть у него две заветные мечты – получить Нобелевку мира и избраться на второй срок. Президентский, конечно. И эти цели взаимосвязаны. Задачка непростая, прямо скажем. До этого Нобеля за мир получали только американские демократы. Барак Обама, Альберт Гор и Михаил Горбачев. Их символически надо вы... поиметь и высушить. Без этого второй срок не светит. Трамп это знает. Поэтому он так тщательно изучает и их успехи, и их ошибки. Ему уже понятны главные закономерности процесса. Хотя здесь не все подходит его рыжей харизме. Например, понятна технология успеха Барака. Надо постоянно войска куда-то вводить, а потом сразу выводить. Санкции объявлять, но не применять. Это годится. Можно повторить и успех Альберта. Отгородиться от глобального потепления мексиканской стеной за какую-то сотку миллиардов. Но вот технология ласковый Миша, по которой свою бывшую страну разрушают ради своей страны будущей, кажется Дуни слишком эксцентричной. Да и Миланя не поймет. Но главное не повторять их ошибок. Вон Обама как-то в прямом эфире умертвел с обезьяненья и ловкостью пролетавшую мимо муху. И чуть не пролетел мимо Нобелевки. Ведь настоящий лауреат мира и мухи не обидит. Поэтому Трамп, лично курируя операцию по Мочилову Абу-Бакра Аль-Багдаде, особо следил, чтобы не пострадали животные. И хотя поисковый пес был ранен, но уже на излечении в Бетесте. Наверное, не случайно изгнание бритов из Евросоюза началось сразу после убийства кота Скрипаля. В общем, голубь наш Трампыч, настоящий голубь мира. Какой там импичмент парню с такой сноровкой и премию получит, и президентом снова станет. Все говорят про какой-то новый мир. Может мир и новый, но там по-прежнему. Любовь и голуби. rdervish.специально для alternativa.org Любовь и голуби.